Продолжение следует... 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 Также методические пособия с примерами рабочих программ по учебному предмету и инструкции по установке, настройке и использованию электронной формы учебника издательства «Просвещение». Они размещены на USB-носителе и на страницах об учебнике на сайте нашего издательства. Общая характеристика курса. Все учебники нашей линии получили положительное заключение научно-педагогической и общественной экспертиз. В состав всего УНК входят рабочие программы, учебники для всех классов, книги для чтения для 6, 7, 8 классов, рабочие тетради для каждого класса, книги для учителя для каждого учебника, аудиоприложения, размещенные на сайте нашего издательства и электронная форма учебника. Общая характеристика курса. В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знания и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно ориентированный и деятельностный подход к обучению иностранному языку. Это все соответствует требованиям ФДОС с его системно-деятельностным подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, построение познавательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. Ученики становятся активными субъектами образовательного процесса, который приобретает деятельностную направленность. И это, в свою очередь, определяет и формы обучения, например, работу в группах и современные технологии обучения. Результатом такого процесса обучения должно стать формирование компетентного пользователя иностранным языком, готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилогии культур в современном развивающемся мире. Основными отличительными характеристиками курса являются аутентичность языковых материалов, адекватность методического аппарата традициям российской школы и цели на современном этапе ее развития. Современные, в том числе, информационно-компьютерные технологии, практика ориентированный характер, личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов, наличие социокультурных материалов о России и об Испании. Возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в том числе с учетом индивидуального стиля деятельности школьников. Воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. Соотнесенность курса обучения испанскому языку как с отечественным, так и с европейскими стандартами владения иностранным языком. Реализация обучения на основе диалога культур Испании и России. В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы, основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта, учебники нашего курса направлены на достижение учащихся следующих результатов. Должны удовлетворять познавательным интересам учащихся, расширяют их лексический запас, формируют когнитивную компетенцию, являются дополнительной мотивацией к обсуждению, сравнению, дискуссии, расширяют диапазон знаний о стране изучаемого языка и ориентированы на формат ОГЭ за курс основной школы. Вот так выглядят обложки составных частей УЛК. Рабочая программа, книга для чтения, рабочие тетради и книги для учителя. Учебники линии «Испанский язык» в соответствии с требованиями ФДОС обеспечивают личностные результаты освоения основной образовательной программы, основного общего образования и достигаются формированием российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. Содержание текстов и заданий учебников направлено везде, в каждом учебнике, на развитие идеи диалога культур России и Испании. И даны увлекательные материалы об Испании и Мадриде, о достопримечательностях, традициях, обычаях, фольклоре, а также множество заданий на рефлексию и нахождение параллелей с этими явлениями в России. Вот, например, на иллюстрации, видите, пятый класс, текст про Альгамбру и также про Москву. Также по этой теме в каждом учебнике есть рубрика «Садэшке», в которой даются справки из истории, географии, страноведения, культурологии, как испаноязычных стран, так и России. Вот мы смотрим в пятом классе «История костюма». Тут испанский костюм и русский костюм. В учебнике шестого класса ученики прочитают об истории российского и испанского флагов, географии России, о русских городах, входящих в Золотое кольцо России, а также о столице Испании – Мадриде. В учебнике восьмого класса в каждом уроке есть рубрика «Охиандо нос периодикус», где даются тексты из испанских СМИ. Вот мы видим текст о выборе профессии, например, «Cuando sea mayor, seré capitán». Также текст о сложной роли профессии быть родителями, также это статья из испанской газеты. И о различных формах жизни на нашей планете и на европейском континенте. Следует сказать, что весь учебник девятого класса, замечательный совершенно учебник, посвящен культуре. В нем представлены основные пять очень обширных тем. Это театр, кино, живопись, музыка и мода. Учебник великолепно проиллюстрирован рисунками, фотографиями, репродукциями. Так, следующим пунктом является ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентирования в мире профессий, профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. Учитывая психологические и возрастные особенности школьников, учебники содержат разнообразные по форме и содержанию упражнений и заданий, которые способствуют повышению уровня мотивации обучающихся и развивают умение наблюдать, делать выбор, размышлять, сопоставлять, комментировать. Такого рода задания закладывают основы для дальнейшего самообразования и саморазвития учащихся. Вот мы видим, что также этому способствуют индивидуальные проектные задания, сюжетно-ролевые и социальные игры, работа в парах, тексты, вызывающие интерес у подростков, а также красочное оформление учебников, рисунки, афиши, диаграммы. Также предусмотрены различные формы контроля, творческие задания, дискуссии по заданной теме. И в уроках линии поднимаются проблемы школьной жизни, важности школьного образования. Вот, например, смотрите, в восьмом классе в разделе «Панорама» «Система эдукатива в Испании». Полностью очень развернутый, важный текст о образовательной системе в Испании. Также интересный, очень познавательный текст о том, что такое библиотека, и о работе в библиотеке и в библиотеке. Вот, а здесь вы видите ссылки на сайты. Дети, обучающиеся, могут самостоятельно расширить свои знания и сделать какие-то работы по материалам из интернета. Также предусмотрены формирования уважительного и доброжелательного отношения к другим людям. Этому способствуют материалы, касающиеся отношений между школьниками и их сверстниками, а также между представителями разных национальностей. В наших учебниках есть темы, посвященные Паралимпиаде, а также темы прав детей, международной организации по правам защиты ребенка. И вот здесь мы видим текст про организацию слепых в Испании. Очень важный и нужный материал. Освальнение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, формирование основ социально-критического мышления, участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. В данной теме в учебниках включено большое количество заданий, выполняемых в парах и в группах. Это способствует обучению в сотрудничестве. Например, упражнения «Энгрус» и «Энпарехас» в разных классах. Формирование коммуникативной компетентности. Цель обучения испанскому языку – это формирование учащихся коммуникативной компетенции, проявляющейся в их способности и готовности к межкультурному взаимодействию в самых разных ситуациях общения, а также развитие личностей учащихся посредством изучения иностранного языка. Этому способствует четкая постановка коммуникативно-речевых задач, система заданий и упражнений, направленных на развитие речевой инициативы, такие как «Расскажи», «Разыграй сценку», «Проектная деятельность». В учебнике для 6 класса выработке коммуникативной компетенции посвящены специальной страничке с полезной лексикой и постоянной рубрика «Лемус и обламус», «Обламус» и «Камьянус де опиньонис». В 8 классе на это направлены разделы «Аппренди от интервиста». Также формированию здорового образа жизни уделяется внимание в каждом классе. В каждом учебнике 6, 7, 8 класса есть блоки, посвященные здоровому образу жизни, еде, спорту, занятиям спорта. Вот видите, 6, 7, 8 класс. Также формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственно-бережного отношения к окружающей среде. О многообразии животных и растительного мира, необходимости бережного отношения к нему, опасностях экологических катастроф и красоте нашей планеты рассказывается в текстах учебников для всех классов. С 5 по 8. Тема любви к животным и уважения к природе. Вот мы видим. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Понимание ценностей внутрисемейных отношений формируется в процессе изучения соответствующих тем, например, «Ой, то не мус висито», «Кому сомус и на фамилия», «Ла фамилия эспаньола», вот, например, в учебнике восьмого класса. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, при общении учащихся к мировому художественному наследию происходит как при изучении конкретных тем, так и при чтении художественных произведений, сопровождающих каждую тему учебников для всех классов. Эстетическое сознание учащихся развивается через знакомство с испанской поэзией, кинематографом, музеями, музыкой, историческими достопримечательностями во всех учебниках нашей линии, особенно в седьмом и девятом классе. Переходим к метапредметным результатам. Учебники линии «Испанский язык» в соответствии с требованиями ЭКЛОС обеспечивают метапредметные результаты, так как цели полагания в учебной деятельности, умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов, умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. Содержание структуры учебников отвечает задачей максимального увеличения самостоятельной деятельности учащихся. В содержании каждого учебника включены задания, обучающие школьников универсальным учебным действием метапредметного и револютивного характера, фактически направленные на метапредметные результаты обучения испанскому языку. К числу метапредметных умений можно отнести умения, связанные с текстовой деятельностью учащихся, а именно умение ориентироваться в тексте, делить текст на фрагменты, выделять существенные, составлять план, комментировать извлеченную информацию, а также уметь пользоваться справочной литературой, словарями, интернетом. Следует отметить, что обучение работать в различных режимах, индивидуально, в парах, в группах, формируется в процессе работы над каждой темой. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения, индуктивное, дедуктивное и по аналогии, и делать выводы. Например, в комплекс лексических упражнений системно включены упражнения, развивающие языковую догадку. Например, задания типа «Leia e explica», «Eliche lo que te parece correcto», «Relacionano», «Adivina el significado» и другие, а также рубрики «Amplia tubo», «Vocabulario», «Lemos» и «Practicamos». А ознакомление с новым грамматическим материалом происходит по проблемно-поисковой технологии, что развивает логическое мышление, учит рассуждать, сравнивать, делать умозаключения и выводы. Грамматический материал объединен в рубрику «Практика мошла грамматика». Навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными задачами. Усвоение содержания текста, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста, выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного, последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых событий. В учебниках большое внимание уделяется обучению чтению как виду речевой деятельности на материале аутентичных текстов разных жанров и стилей, ориентирующих учащихся на смысловое чтение. Это относится и к установкам как предтекстовых, так и послетекстовых заданий. Вот здесь посмотрите. В учебниках большое внимание после каждой темы в рубрике «Лектура де Касса» включен материал для развития умений читать и понимать аутентичный текст, представленный в виде комикса, статьи, иллюстрированного рассказа, страновеческой информации. Вот посмотрите, например, в восьмом классе тексты. Здесь также представлена работа с текстом репортажа и текстом статьи, а также текстом блога и текстом форума. Умение создавать, применять и преобразовывать знаковые символические средства, модели и схемы для решения учебных задач. В учебниках линии «Испанский язык» закладывается умение работать с картами, с таблицами, графиками и тому подобное. Формируется умение соотносить текст с иллюстрацией. Также учебная и общепользовательская компетенция в области использования информационно-коммуникационных технологий. Формирование и развитие компетентности в этой области учебники «Испанский язык» включены посильные для данного возраста задания на использование ИКТ и ссылки на тематические сайты в сетях интернет. В учебниках 6, 7, 8, 9 класса материалы электронных ресурсов даются на регулярной основе, то есть к каждой теме, к каждому блоку. Учебники «Испанский язык» 5, 9 классов в соответствии с требованиями ФКО обеспечивают также предметные результаты. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. Достижение до порога в уровне язычной коммуникативной компетенции, уровня В1. Материалы учебников «Испанский язык» полностью соответствуют основному содержанию обучения, разработанному в соответствии с ЭКГОС. Соблюдаются причины непрерывности, принципы непрерывности, нарастания трудностей при формировании четырех видов речевой деятельности, которые формируются и развиваются в полном соответствии с примерной программой по иностранному языку. Также предметные результаты – это совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыках, существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора. Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции – языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, позволяющего школьникам общаться как с носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство межличностного и межкультурного общения в осной и письменной формы. Реализация данных целей способствует предметное содержание учебника и структуру учебника, в последовательстве уроков, уроков которых обеспечивается прогрессивное формирование языковых навыков и коммуникативных умений. В ОМК входят рабочие программы по испанскому языку, предметные линии «Испанский язык 5.9», акторы Солокцовой, Липовой, Шороховой, Ануровой, Кондрашовой и Костылевой. Рабочая программа основывается на федеральном государственном образовательном стандарте для основного общего образования и имеют структуру, соответствующую требованиям ЭКГОС. Состоят они из пояснительной записки, общей характеристики учебного предмета, курса, описания предмета учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. Неотъемлемым компонентом УМК являются рабочие тетради, предназначенные для отработки лексического и грамматического материала по тематике уроков учебников. Все тетради соответствуют требованиям ЭКГОС. В них включены дополнительные упражнения на аудирование, перевод и текстовые задания в каждой теме в формате ОГЭ. А также следует сказать, что в 2018 году мы планируем издание учебных пособий контрольных заданий к 5-9 классу. Вот так выглядят ссылки на наши ресурсы по всем языкам. Есть портал Монородин для учителей иностранных языков, специально созданный. Есть конкурсы, в которых вы, дорогие учителя, можете участвовать. Есть интернет-версия журнала просвещения иностранных языков, где вы совершенно бесплатно можете опубликовать вашу статью. Также следует сказать, что просвещение представлено в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке. Вот, например, в сети Фейсбук. Испанский «С нами» страничка называется. Вот, ну всё. Спасибо вам большое за внимание. Наша тема закончена. Благодарю вас.